Музыка Вас приветствует информационная служба Оркин Медиа с новостями к этому часу в студии Виктория Буханцева. И вот о чем расскажут сегодня наши корреспонденты. Музыка Езда без правил жительницу Балхаша иномарка сбила на пешеходном переходе. Будет определяться вина водителя. Сезонный диагноз в Балхаше увеличилось число больных ангиной. Потеплее одеться, хорошо питаться. Право слова нужно ли наказывать за скорбительные высказывания в сети. Нужно наказывать, да. Музыка Жительницу города сбили на пешеходном переходе. ДТП произошло вчера в 6 часов вечера возле городской больницы. По предварительным данным, 30-летняя пострадавшая направлялась в клинику с автобусной остановки. Она вышла на зебру, где на нее наехал Крайслер. Машина задела женщину боковым зеркалом. Она упала. В госпитализации пострадавшая не нуждалась. Врачи диагностировали ушибы. Точный ущерб здоровью установит экспертиза. Водитель автомашины Крайслер не пропустил пешехода. Тем самым совершил наезд на пешехода. На следующее время собраны необходимые материалы. Будут назначены экспертизой. После будет определяться вина водителя. По какой степени тяжести будет привлекаться к ответственности. Еще одна авария произошла сегодня ночью. На перекрестке улиц Мира и Сифулина машина снесла дорожный знак. Эти фото нам прислали очевидцы. По их словам, ДТП произошло около 12 часов ночи. Полицейские информацию подтвердили. По предварительной версии, водитель Лады не справился с управлением и въехал в дорожный знак. Сам виновник аварии утверждает, что уходил от помехи. На дорогу выбежал человек. Точное обстоятельство установит следствие. Пока известно, что мужчина, который был за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Административный материал собран. Назначены экспертизы. На лице у него были какие-то там следы крови. Может быть, лицо зацепил. Не знаю. Но просто речь вот она была у него такая несвязанная. Как у выпившего человека. Простудный сезон. В городе участились случаи ОРВИ и ангины. Особенно выросло число маленьких пациентов. Врачи связывают подъем с перепадами уличной температуры. Наши журналисты решили выяснить, как защитить себя и детей от осенней простуды. Сюжет вашему вниманию. Весь день четырехлетнего Максима проходит с градусником под мышкой, приемом лекарств и полосканием горла. Несколько дней назад у него поднялась температура, начался кашель и насморк. Участковый педиатр поставил диагноз – ангина. В детском саду Балауса полезные процедуры проводят, не дожидаясь диагноза. Здесь с простудой борются профилактика. После сна каждый день закаливание. Прогулка по ребристой доске и прыжки на влажной ткани. В расписании здоровья также воздушные ванны, фитотерапия, витамины, гимнастика и йога. У нас применяется рижский метод закаливания. И также полоскание горла солевым раствором, чтобы горло у детей не болело. Носовое дыхание хорошее было. Когда детки хорошо дышат, они меньше болеют тогда. По словам медиков, сезонный всплеск простуды уже начался. Самый пик пришелся на начало октября, когда наступили первые холода. Потепление тоже прибавило пациентов. Только в первую поликлинику в день с ОРВИ и ангиной обращаются около 80 взрослых и детей. Когда уличные термометры уйдут в минус, придет очередная волна. Поэтому врачи советуют готовиться. Нужно потеплее одеться, хорошо питаться. В общественных местах желательно тогда в Москве ходить. Желательно летом закаляться. Самой лечением заниматься не надо. Сперва должен врач осмотреть. Жан Саямусина, Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Уркин Медиа. Нет безработицы. Больше 200 вакансий предлагает балхашцам организации города. Свободные места есть в образовательных учреждениях, детских садах и частных фирмах. В 10-ю школу требуется дворник, гардеробщик, учителя истории, биологии, математики и ИВТ. В детский сад Куншуак примут воспитателя и слесаря сантехника. В центральной больнице набирают санитара, логопеда и плотника. В школе-лицее номер 15 нет учителей русского, истории, экономиста, дворника, а также педагога-психолога. В первую поликлинику можно устроиться медсестрой, акушеркой и санитаркой. В школе-гимназии номер 7 нужны преподаватели английского и НВП. А в лицее номер 2 примут психолога, социального педагога, учителя русского языка и литературы. В частную фирму требуется сварщик, плотник, каменщик, слесарь-ремонтник и штукатур-маляр. О требованиях к кандидатам и о других вакансиях вы можете узнать на нашем сайте orkinmedia.kizet. У нас более 200 свободных вакансий. Желающие должны обратиться в центр занятости. Мы их направим в организации для собеседования. После по направлению могут устроиться на работу. 100 новых лиц Казахстана выбирают народным голосованием. Сегодня стартовал онлайн-отбор. Отдать свой голос можно на сайте 100esm.el.kizet. До 15 сентября любой желающий мог внести кандидата в общий список. Всего на портале разместили больше 2000 историй. Несколько из них – балхашские. От нашего города в него вошли председатель общественного объединения Улькенджурек Людмила Денисова и директор первой поликлиники Серегбол Тусыдбеков. Экспертную комиссию прошли только около 300 претендентов. Главный критерий – реальный вклад человека в развитие независимого Казахстана. Кто именно попадет в список 100 новых лиц, теперь определит общенациональное голосование, которое продлится до 10 ноября. Каждый пользователь может выбрать трех кандидатов. 20 казахстанцев с начала года осудили за высказывания в социальных сетях. Из них 16 приговорили к лишению свободы. Суровое наказание получили те, кто пропагандировал терроризм или призывал к терактам. Им назначили от двух до девяти лет заключения. Двоем нарушителям ограничили свободу за разжигание социальной, религиозной и национальной розни. Один казахстанец отделался штрафом больше 200 тысяч тенге за оскорбление в соцсетях представителя власти. А наши корреспонденты узнали мнение горожан. Нужно ли наказывать за оскорбительные высказывания в соцсетях? Ответы в рубрике «Глаз народа». Оскорбление это вообще не очень хорошо. Я думаю, наказывать нужно, только сам вопрос, как. Нужно наказывать, да, потому что дети смотрят все это и как бы так вот. Обязательно надо, потому что они оскорбляют не то, что человек, а чисто оскорбляют. За оскорбление надо находить таких людей и наказывать их за. В интернете прочитают миллионы, а если это не заслужено оскорбление, то вообще обидно. Я считаю, нужно. Естественно, а как обязательно наказывать? Это недопустимо, чтобы по интернету оскорбляли. Ну, наверное, да. Но это не всегда, потому что иногда люди оскорбляют не без причины. Поэтому там выборочно уже некоторых можно наказывать, некоторых нет. За оскорбление всегда можно наказывать. Даже хоть в интернете, хоть где. Независимо. У каждого человека есть своё мнение. Я считаю, что не надо чем-то наказывать их, потому что надо как-то их наградировать. Конечно, нужно. Если человек не знает, зачем высказываться негативно. Конечно, должно. Это же оскорбление личности. Должно, конечно, какое-то наказание. Иногда да. Наказывать, мне кажется, не стоит, потому что это просто мнение человека, и всё. Я считаю, что должно. Это некорректно. Когда оскорбляют, даже хотя бы по интернету. Нет. Почему? Ну, это мнение кого-то. Нужно наказывать, потому что это же личность как-то. Человек, который оскорбляет, он наказуем должен быть. На этом всё. С вами была Виктория Буханцева. Увидимся завтра в 20.15. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»